Привет, с вами Андрей и канал SmartPlus. Попробуем ответить на вопрос, для чего люди покупают смартфоны более дорогие, чем бюджетники 100-150 долларов? Ответ очевиден, чтобы получить более универсальное устройство, в первую очередь хорошую камеру, которая могла бы вполне заменить мыльницу на отдыхе, наличие NFC для оплаты услуг и покупок без налички и карточек, или кому-то важна отличная начинка для тяжелых игр с заделом на будущее. Но вот ведь незадача, не все хотят тратить кучу денег на топовые смартфоны и нужно искать компромисс. Ну и вот же он, перед нами, Mi Note 3. И цена ему 270-320 долларов. И тут есть все, что нужно пользователю, который ищет девайс все в одном. Давайте-ка попробуем без воды и мелких деталей определить, стоит ли покупать Mi Note 3 сейчас, в 2018 году. Но чуть детальнее остановимся на камере. Я наделал для вас много фото и видео. Поехали! Этот смартфон не флагман в широком понимании, а субфлагман. Младший брат флагмана Mi 6. Выглядит как близнецы, только Mi Note 3 чуть больше. Отличается процессорами. В Mi 6 флагманский Snapdragon 835, Mi Note 3 старший процессор средней линейки Snapdragon 660. И тут мы подходим к очень интересному моменту. Mi Note 3 на сейчас абсолютно все и без проблем тянет на максимальных настройках. Какую игру или приложение вы бы не установили? Так вот, тут у меня логичный вопрос. Зачем не переплачивать за более дорогой процессор, если этот отлично справляется со всеми задачами? Ну а что же вы думали? Как же производитель должен втюхать вам новый смартфон подороже, не установив более крутой процессор? Лучше бы в камерах и автономности соревновались. Но это субъективная точка зрения. Хотите задел на будущее? Он тут есть. А если вы про еще более далекое будущее, то не обманывайте себя. Смартфоны меняются быстрее, а устаревают еще быстрее. Но года 2-3 спокойно можно пользоваться и не нуждаться в замене. Покупал на Алиэкспресс за 325 долларов. Это старшая версия 6 128 гигабайт, которых вам будет хватать с головой. Сейчас он стоит 320 долларов. Версию на 64 гигабайта можно взять за 297 долларов в черном цвете. Если брать, то наверное все-таки лучше доплатить за дополнительные 64 гигабайта памяти. Хотя и так вроде бы немало. Также ранее покупал данный смарт в магазине Light in the Box. Там была акционная цена в 270 долларов за версию на 64 гигабайта. Там иногда бывают скидки. Потому добавлю этот магазин в описание. Кстати, пользовался кешбеком от Letyshops и вернул 4 с лишним бакса назад. Так что тоже рекомендую. Ссылки на магазины и кешбек тоже добавлю в описание. Еще есть разница в цветах. Как же круто смотрится синий цвет. Крутил на днях Mi 6 в этом цвете. Просто супер. Если есть возможность и не жалко чуть переплатить, то синий будет смотреться еще премиальные. Хотя строгий черный по классике тоже зачет. Не будем заострять внимание на внешнем виде. Скажу лишь, что смартфон выглядит достаточно стильно и дорого. Корпус тонкий. 7,6 мм. При весе в 163 грамма. Сзади то ли стекло, то ли полимер. Но ясно дно. Без чехла данный материал будет собирать царапины. Потому лучше использовать чехол, хотя бы комплектный. Он темного цвета и по-моему не сильно утолщает и не портит его внешность. А еще и хват надежнее. Отмечу разъем Type-C, который Xiaomi упрямо не хотят ставить в среднебюджетные и бюджетные смарты. Удобный стандарт кстати. А также очень удобное расположение сканера отпечатков пальцев спереди. Когда телефон на столе, а вам нужно его разблокировать, не обязательно его брать в руки. А если вы используете телефон в машине в качестве навигатора, тоже удобнее, когда сканер спереди. Тут он очень шустрый. Разблокировка мгновенная. Дисплей 5,5 дюйма. Хороший IPS, конечно же Full HD. Производство GDI или Sharp. Как всегда, рандом у Xiaomi. Баланс белого может отличаться от образца к образцу. И если бы вас спросили у них, что это такое Xiaomi, то они бы наверное ответили так. Хотя ничего не мешает подправить баланс белого в настройках. В моем образце баланс белого с уходом в чуть теплые оттенки. Как по мне, ни синий, ни желтый. Я бы сказал, мягкий для глаз. Хорошая олеофобка на месте. Но я успел наклеить гидрогелевую пленку. Поскольку, благодаря скруглениям на дисплее, стекло если и клеит, то большая вероятность, что оно будет отходить по краям. А эта пленка вполне ничего. Приятно скользит, и ее почти не видно. И клеится просто при помощи вот такой вот приспособы. Кому интересно, ссылку тоже добавлю. Экран тут хоть и не в тренде 18 к 9, но тут есть и свои преимущества. Можете посмотреть предыдущий ролик в сравнении форматов экрана, почитать комментарии и убедиться, что далеко не всем нужны экраны 18 к 9. А вот камеры как раз трендовые и очень неплохие. Я уделил им очень пристальное внимание, поскольку знаю, за что люди готовы переплачивать. Если коротко фото устраивает, видео не совсем. Сенсоров тут два. Основной Sony IMX 386 с диафрагмой f1.8. Плюс 4-х осевая стабилизация. Как видим, светосила отличная, и как следствие, в недостаточном освещении снимки будут получаться лучше, чем в среднебюджетных смартах. Например, при фото в помещении. Вот два фото для примера. Освещение искусственное, не очень яркое. Слева Redmi 5 Plus, справа Mi Note 3. Делаем кроп, и видим, насколько отличается детализация. Mi Note 3 тут, конечно, лучше. Еще один момент. Тут есть ручной режим, где можно менять выдержку, ISO, баланс белого и так далее. Вот фото, которое я делал при очень плохом освещении на длинной выдержке со штатива. Фото получилось светлее, чем в реальности. Освещение было тусклее. Спасибо, кстати, жене за яркие вещи в кадре. А вот фото с рук, на более короткой выдержке. Мобильные фотографы 100% заценят. Ведь качество можно получить приличное. Вот вам еще парочка примеров в вечернее время суток с длинной выдержкой. Зацените, кстати, это Венера. А вот фото, когда на улице мало света, наступает вечер. Тут светосильная оптика и проявляет себя. Сравните фото Mi Note 3 с фото Redmi 5+. В Mi Note 3 телеобъектив Samsung S5K3M3 позволяет делать боке в портретном режиме. И фото в этом режиме делает именно этот сенсор. Все работает достаточно хорошо, фон размывается отлично. И реально можно спутать с фото на хорошую зеркалочку. Зацените качество. По-моему, очень даже ничего. Фотки на вид более художественные, размытие фона работает корректно. Вы запросто можете забыть свой фотоаппарат дома, но при этом завалить инстаграм качественными фото. Заметил еще вот что. Такое впечатление, что в портретном режиме автоматически применяются какие-то фильтры. Чуть изменяет цвета. Как думаете, есть такое? Есть также и недостаток. Светосила второго объектива ниже. Диафрагма f2.6. И хорошее фото можно ждать только при хорошем освещении. Желательно на улице. Потому у помещений нет особого смысла в портретном режиме. Вылазят шумы. В целом, в фото все хорошо. И на приличном уровне. Вспышка тут, кстати, очень яркая. Вот фото в полной темноте. Да, у меня тут и такие обитатели есть. А сейчас просто помолчу и покажу вам еще фоток. Oh, baby, baby. Oops. I did it again. I played with your heart. Got lost in the game. Oh, baby, baby. Oops. You think I'm in love. But I sent from above. I'm not that innocent. Еще в приложении камера есть возможность сделать приближение в два раза за счет телеобъектива. Только это работает тогда, когда много света. В помещении фото делает основной модуль, просто кропая картинку. С видео чуть иначе. Во-первых, стандартное приложение камера завышает ISO, пытаясь сделать картинку светлее. В этом случае сильно вылазят шумы. Да и вообще, камера более шумная в видео, чем я ожидал. Что очень странно, этот сенсор способен на большее. Скорее всего, дело в ПО, но в недостаточном освещении все печально. Даже днем в комнате чуть темнее, сразу лезут шумы. Еще один момент, что не понравился, видео чуть подтормаживает при панорамировании. Много раз пробовал снимать, вижу микрорывки как при съемке, так и при воспроизведении. Почитав форум 4PDA, понял, что все дело в ПО. Надеюсь, в глобальных прошивках это подправят. Днем, конечно, снимать вполне можно. Тут и динамический диапазон хороший, и экспозиция не скачет, как на более дешевых смартфонах. Также при съемке видео работает оптическая стабилизация, которая, конечно, делает картинку плавнее, но не сказал бы, что это позволит плавно снимать при ходьбе. Но по отзывам сделал вывод, что на прошивке MIUI Pro есть возможность дополнительно включить электронную стабилизацию, и картинка встает гораздо плавнее, что и собираюсь проверить со временем. И сравнить с тем же Redmi Note 5, глобалка которого на днях будет на руках. Так что подпишись, чтобы не пропустить. Сделаем битву их камер. Так, проверка макро и фокусировки. Обратите внимание, как красиво размывается задний фон. Фокус очень плавный, не дерганный. Что есть плюс. Фронталочка тут на 16 мегапикселей. Она неплохая и достаточно светочувствительна. Смартфон смело можно брать с собой на отдых в качестве фотоаппарата. О недостатках вы уже тоже в курсе. Пару слов о звуке. Тут нет разъема 3.5 для наушников, как дань моде, скорее всего. Но есть переходник, который можно носить со своими наушниками. Еще девайс поддерживает кодеки aptx, что хорошо скажется на звуке в блютуз наушниках. Громкость в ушах достаточно, звук качественный. Внешний динамик тоже достаточно громкий. Заявлено стерео. На это скорее всего маркетинг. Ведь в роли второго динамика тут разговорный динамик, который что-то там еле пищит при воспроизведении чего-либо. Добавляя в фон высокие частоты, которых и так достаточно. Но кое-где можно ощутить это самое стерео. Сам разговорный динамик тоже нормальный и по громкости, и по звуку. Но чуть удивило, что в более дешевых редмиках они орут громче. Это тоже ПО. Но в целом звука всем будет достаточно. Еще хочу отметить вибро. Оно тут приятное и не раздражает. Инфракрасный порт тоже кстати на месте, что хорошо. И главное поддержка NFC. Пробовал платить, все отлично получалось. Wi-Fi двух диапазонный. GPS, Bluetooth 5.0, 3G, 4G. Тут все работает отлично. Хоть нет BAN20. Но по отзывам пользователей на других частотах LTE все работает хорошо. Есть поддержка BAND 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41. От датчиков тут вагон и тележка. Даже датчик давления есть. Автономность у аппарата очень неплохая. Батарейка не слабая его сторона. Тот же Mi 6 уступает ему в автономности. Энергоэффективный процессор плюс 3500 мА и у вас отличная автономность. На целый день точно хватит. А если умеренно пользуетесь, то и на полтора и может даже на два дня. Огромный плюс – быстрая зарядка. Встаете с утра, даже забыв зарядить телефон, без него вы не останетесь. Пока собираетесь, ставите телефон на зарядку и 20 минут вам хватит, чтобы быть на связи целый день. Тестировал в играх. Летает все и греется умеренно. Играл в танки, все локации и замесы он перемалывает запросто. Прошивка тут глобальная, все обновляется по воздуху. Работает шустро. Багов тоже не замечал. Очень быстрый телефон. Оно в принципе и не мудрено. 6 гигабайт Азу и мощный процессор не дадут ему быть задумчивым. А теперь давайте подумаем, можно ли покупать данный девайс сейчас. В начале продаж за него просили в районе 450 долларов. А сейчас у меня в руках версия на 128 гигабайт за 320. Не знаю как вы, а я думаю, что в соотношении характеристик и цены, это по-моему один из лучших вариантов на сегодня. Подойдет деловым людям, которые ценят свое время, не гоняя за трендами, такими как широкоформатные экраны. Кому важно всегда оставаться на связи. А с быстрой зарядкой и неплохим аккумулятором это вполне возможно. Для тех, кому важен модуль NFC, который упрощает покупки и оплату транспорта. Ну и конечно же камера, снимки с которой не стыдно будет показать людям. Телефоны в 2, 3, а то и 4 раза дороже, имеют камеры где-то получше, но не соизмеримо с ценами на них. Так что друзья, мое дело рассказать ваше, сделать выводы и поставить лайк. Также не забывайте о подписке, заглядывайте в описание, смотрите актуальные цены на данный девайс. И всем пока друзья! Субтитры подогнал «Симон»